Дорогие слушатели, сегодня очень важный день и для компании Elosis, и для меня лично, и для Виктора Альбертовича, я думаю, тоже, потому что впервые в лице моего доклада и последующего Виктора Альбертовича вам будет представлен принципиально новый продукт под названием нейролингвистический профайлинг. И его возможности на самом деле безграничны. Сегодня очень много говорилось о приоритетах компании, о приоритетах нашей жизни, о том, что и наука, и бизнес, все это, конечно, важно. Но, друзья мои, на самом деле важно жить безопасно. И в тот момент, когда тебе кто-то угрожает, ты заново пересматриваешь все жизненные ценности. И мне хочется верить, что именно этот программный продукт поможет нам всем, России, США, Японии, всем странам мира жить чуточку безопаснее. Вначале я хотела бы осветить те термины, которыми буду пользоваться, потому что, как показывает опыт, существует двоякая трактовка, казалось бы, вполне известных вещей. Если мы говорим о таком величайшем зле человечества, как терроризм, то он относится у нас к категории экстремизма. Если вообще рассматривать экстремизм как широкое понятие, то это действительно приверженность к крайним, насильственным мерам воздействия ради достижения какой-то своей эгоистичной цели. Причем под своей подразумевается как персонифицированная цель, так и цель определенной группы людей. Опять-таки, почему одни люди для достижения целей, пусть они там правильные или неправильные, выбирают мирные способы, а другие идут на крайне преступные действия. А в основе всего этого лежит предубеждение. Предубеждение – это очень сложный, социокультурный, психологический феномен. И трактуется он как готовность к реализации собственной агрессии, враждебности, за которыми стоит субъективное представление о собственной исключительности, избранности. Я такой, мне можно. И я знаю многих людей, которые на сознательном уровне имеют объективную самооценку. И они законопослушны. Вопрос, как долго они ими будут. Поэтому предубеждение и благонадежность имеют прямую связь. Ведь благонадежность – это вообще, в принципе, отражение набора правил и ценностей, норм поведения, присущих не просто гражданам отдельно взятой страны, но присущим на индивидном, бессознательном уровне. И благонадежный человек – это человек, который не делает вид, что он за Родину готов на все пойти, а который так считает на бессознательном уровне, потому что он принял ценности и норму поведения тех людей, которые его окружают. И наша задача – не дожидаться величайшей трагедии в жизни человечества, не дожидаться жертв, боли, взрывов. Наша задача – находить своевременно людей, которые неблагонадежны в силу своей исключительности и так далее. Методологической основой, в принципе, всего того, что я буду сегодня рассказывать, я надеюсь, как бы я постаралась ее обрисовать. Это вот те термины, которые, в принципе, прозвучали. VibroNLP – именно так называется этот программный продукт. Он принципиально отличается от уже хорошо известных VibroMe, VibroPsiOcent, потому что это действительно особый тип и расчета данных, и многое-многое другое. Это адаптивный тип психовизиологического тестирования. И в качестве группы риска здесь может быть представлена абсолютно любая нозология, любая социальная проблема. Но сегодня я затрагиваю одну из самых актуальных в жизни любого нормального, психически здорового человека. Проблемы, которые звучат, как «я хочу жить в спокойствии и не переживать за жизни близких». Как проводить диагностику, мониторинг и контроль намерения человека? Как достичь таких задач, как выявление скрытых, ну и, безусловно, явных форм экстремизма? Ведь если вы обратили внимание хотя бы на основе просмотра новостей и передач, в общем-то, на сегодняшний день мы имеем дело преимущественно с фиксацией данных по уже акту некого злодеяния. Мы уже столкнулись с этой трагедией, и мы вздрогнули, как сделать так, чтобы она не повторилась. Вот она, приоритетная задача – выявить скрытые элементы, не забывая о презумпции невиновности. Программа VibroNLP включает в себя 144 утверждения и 144 зрительных стимула, то есть по 72 на предварительное и основное тестирование. Если сейчас, уважаемые коллеги, подумали, что мы истязаем подопечного, задавая ему подряд под камеры 144 утверждения, уверяю вас, это не так. И это связано с конструктом программы, с конструкцией. Об этом Виктор Альбертович будет подробно рассказывать. В принципе, тестирование проходит, если вот совсем-совсем коротко, потому что следующий доклад об этом подробно осветит. Проходит из двух частей, которые между собой связаны, то есть перерыва нет. Вначале идет предварительное тестирование. Оно напоминает программу Vibro.me, хорошо знакомую, где человеку задаются вопросы, которые так или иначе привязывают его ответ к профилю множественного интеллекта. Но эти вопросы не жестко фиксированы. Если, например, человеку нужно пройти этот тест еще раз, и мы опасаемся некоего привыкания к вопросу, то он заменяется на другой. То есть речь идет как минимум о шести разновидностях вопросов на каждый критерий множественного интеллекта. Дальше человек в режиме «да-нет», все, как мы привыкли по программе Vibro.me, отвечает на вопросы. Исходя из полученных результатов, говоря проще, что ему дорого, чем он живет. Исходя из этих результатов, уже подбираются вопросы, и это делается в автоматизированном режиме, для основного тестирования. Если говорить об эмоциональном контексте, если говорить о том, что происходит, говоря поэтическим языком в душе человека, то рассуждение будет примерно следующее. Если человеку задать прямой вопрос, ты готов убить другого человека ради кота? Многие люди скажут, нет. И на сознательном уровне, и на бессознательном. Мы увидим, что человек говорит правду. Он не готов убить кота, ой, прошу прощения, он не готов убить другого человека ради кота. Но если это человек с ведущим природным типом множественного интеллекта, а если это еще и к тому же кошатник, у которого дома три кота, и который, в принципе, ради вот таких вот чудесных созданий, которых вы можете здесь видеть, этим живет, то есть это ценно для него, это отражено в профиле его множественного интеллекта, предъявить ему стимул, который касается этого славного животного, а также сцены насилия по отношению к этому животному, и задать вновь вопрос, ты готов убить человека ради спасения кота? Ты готов убить группу людей ради спасения кота? А как насчет народов? А как насчет самолета? То картина меняется. Именно этот принцип заложен в программу нейролингвистического профайлинга. Естественно, мы должны были проверить себя, работает ли этот принцип, а то, может быть, у создателей свои какие-то мысли, ассоциации, жизненный опыт и отдельно взятая любовь к кота. Поэтому до того, как исследовать экстремизм, мы затронули еще одну немаловажную социальную проблему – алкоголизм. Достаточно того, что о русских в принципе думают порой за рубежом, как о людях, склонных к данному виду зависимости. Поэтому для того, чтобы проверить, существует ли эмоционально-ценностная связь между профилем МИ и группой риска развития той или иной формы отклоняющегося поведения, этот принцип был проверен на примере людей, которые склонны или не склонны к алкогольной зависимости. Перед вами два слайда, вполне понятных и доступных. Это пример человека, у которого в профиле множественного интеллекта в числе ведущих типов МИ оказался природный. Соответственно, простой вопрос в стиле «ты пьешь водку, ты алкоголик, ты часто выпиваешь» возымел бы обратный эффект. И даже человек, у которого имеется подобная зависимость, с высокой вероятностью сказал бы «нет». Но учли этот фактор. Говоря о психоэмоциональной связи профиля МИ с группой риска, в данном случае группой риска алкогольной зависимости, это выглядит следующим образом. То есть красота и величие природы, все хорошо, замечательно, нравится, этим живу. Человек группы риска на вопрос «для меня отдохнуть на природе» означает отдохнуть и выпить, не смущаясь, признается, ну, в общем-то, да, почему бы нет. Человек не группой риска, не среагирует на подобную провокацию, и здесь как сознательный, так и бессознательный профиль окажутся чисты. То есть этой связи не будет. Те исследования, которые были проведены на примере диагности алкогольной зависимости, подтвердили валидность тех принципов, которые заложены в программу нейролингвистический профайлинг. Разумеется, при подборе стимулов, как обычно, существует большое количество ошибок. Одна из самых распространенных, то, что мы называем «бить в лоб». Не надо спрашивать о проблеме прямо, потому что явная идентификация человека с группой риска, она запускает старейший психологии механизм вытеснения. В медицине более известный, как анозагнозей. Смысл спрашивать у человека с определенной зависимостью, а склонен ли ты к ней. Опять-таки, стимулы зрительные. Вот многие из вас, наверное, сейчас смотрят на фотографии и улыбаются, а кто-то уже, наверное, делится комментариями, что мне мужичок слева нравится больше, чем честненько в середине. Кто-то откровенно хихикает. Правильно, у вас положительная реакция, потому что вас эта проблема не касается. Но если среди нас найдется настоящий алкоголик, и он посмотрит на эти фотографии, то у него будет реакция как раз-таки отрицательная. Фу, какая гадость! Это не я, я таким никогда не буду. Ужас, это вообще не про меня. Поэтому дозируем, еще раз дозируем эмоциональную нагрузку. Мне должно быть не очень весело, не очень страшно и не очень грустно. Возвращаясь уже к готовому продукту, сформировавшемуся, а именно нерлингвистическому профайлингу, возвращаясь к предмету данного доклада, а именно выявление лиц, склонных к экстремизму. Кольскор – это собирательное явление, и в него входит огромное количество различных форм. Это и сексизм можно сюда добавить, сюда можно добавить и, собственно говоря, расизм, многое-многое другое. Конечно, перечислять все эти формы и привязывать их к противоправным действиям не входят в задачу моего доклада сейчас. В продукте «Нерлингвистический профайлинг» мы диагностируем три основных формы экстремизма. Собственно, самое страшное и ужасное – это терроризм. начиная с готовности непосредственно воплотить в жизнь террористическое намерение, то есть готовность к действию, заканчивая симпатиями, посредничеством, пособничеством лицам, которые вовлечены в подобный вид противоправных действий. Опять же, более легкая форма, но от этого не менее ужасная, опять-таки, более легкая – это именно рицательная, то есть, разумеется, последствия могут быть самыми тяжелыми, это различная форма национализма, неонацизма, расизма, которые точно так же, как и терроризм, базируются на предубеждении, что некая группа людей, человек, не достоин иметь такие же права и обязанности, как ты сам, то есть, идеи собственной исключительности. И третье, очень интересное, хочу обратить ваше внимание – социальная отчужденность. Казалось бы, откуда взялось вот это понятие? Все привыкли, что террорист – это есть преступник, который взрывает, убивает, не знает жалости и лишен каких-то морально-элементарных, морально-нравственных качеств. Почему вдруг социальная отчужденность? Ведь на самом деле очень многие преступления начинаются с равнодушия. Я иду по улице, и меня не касается, что кого-то убивают, что кто-то кладет пакет с неизвестным содержимым в подвал дома жилого и так далее, и так далее. Ведь это очень важная составляющая гражданской ответственности – проявить внимание к чему-то атипичному, к чему-то подозрительному, тем самым проявив социальную и гражданскую бдительность. это индивидная характеристика, которую надо считать. Как это работает уже применительно к методике НЛП? Вот посмотрите, пожалуйста. Вот человечек отвечает на вопросы, которые касаются креативного типа МИ. и креативный тип множественного интеллекта, он же творческий, оказывается в числе ведущих профилей множественного интеллекта. Соответственно, человеку уже в основном тестировании задаются вопросы, касающиеся экстремизма, с привязкой к его творческому началу, потому что для него это актуально. И в зависимости от того, насколько интенсивная была психофизиологическая реакция на вопросы предварительного тестирования, как, впрочем, и сознательное, выбирается вопрос, выбирается пара вопросов, исходя из вот этих вот трех категорий экстремизма, которые заложены в данную методику. Говоря проще, если человек решился на противоправные действия, значит, он лично заинтересован, и надо выяснить, выявить это увеземое место и таким образом предотвратить возможные преступления. Какие ошибки могут быть при подборе стимулов для нейролингвистического профайлинга? Создавая данный продукт, мы столкнулись с тем, что вот ваша покорная слуга первая это прочувствовала, что люди, в общем-то, не знают на первый взгляд известные исторические факты. И когда ставишь, в общем-то, фотографию, которая, казалось бы, должна вызывать соответствующую реакцию психофизиологическую, то есть здесь все дозировано, она не вызывает какой-то бурной негативной реакции, не вызывает смеха, как вот там вот эти товарищи пьяненькие, которых вы рассматривали. Но мало кто опознает, что речь идет о знаменитом Нюрненбергском процессе. Собственно говоря, если мы поставим очень сильный стимул, эмоционально насыщенный, то он возымеет очень сильное действие на психику человека. Как террорист, как пособник терроризма среагирует максимальным закрытием, с тревожностью на сцену насилия, так и любой нормальный человек, увидев какое-то очень страшное фото, он испытает сильный стресс. Поэтому пример такого фото я, естественно, вам не могу привести, хотя их хватает, к сожалению, в интернет-пространстве. Незнание терминологии актуальны для лиц, вовлеченных в экстремистскую деятельность. И здесь тоже, к сожалению, уважаемые слушатели, я не могу привести пример, потому что получится, что если вот на Ютубе нас просмотрит потенциальный преступник, он скажет, ага, вот какие слова ключевые, вот оказывается, на что меня ловит. Поэтому я не могу, к сожалению, досрочно информировать преступных элементов. И да, закон Российской Федерации мы должны уважать и чтить, потому что мы живем в этой стране. Соответственно, я не демонстрирую символику экстремистских организаций, поскольку имеются нормативные документы, которые запрещают даже на уровне презентации демонстрировать эту символику. И последнее. Федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях. Мы не задаем провокационных вопросов, касающихся религии и готовности к противоправным действиям на почве религиозной тематики. Выводы. Да, психологическая составляющая компоновки стимулов, используемых в методике НЛП, предполагает выявление лиц группы риска посредством привязки стимулов, к актуальным жизненным ценностям. Значимость стимулов, предъявляемых в процессе основного тестирования, пропорциональны приоритетности парней. Это было доказано на основе пилотных исследований, в том числе алкогольной зависимости. Методика НЛП является перспективным методом диагностики, профилактики различных форм экстремизма, где противодействие экстремизму является объектом психологической безопасности всей нашей страны, а может быть и мира. Методика НЛП является простой в эксплуатации, несмотря ни на что. Не может быть использована сотрудниками как правоохранительных органов, в первую очередь это ведомственные психологи, так и самыми разными специалистами и службами безопасности Российской Федерации. Спасибо большое за внимание, я готова отвечать на вопросы. Вопросы докладчику? Яночка, спасибо, было безумно интересно, спасибо большое за доклад. Хотела уточнить, вы уже тестировали программы НЛП, какую-то определенную выборку людей, набирали какой-то материал на этой программе? Можно спросить, было ли что-то общее в профилях МИ у лиц, склонных к экстремизму? Может, какие-то ведущие типы интеллекта были выделены или какие-то общие черты? Дело в том, что на этапе предварительного тестирования автоматически диагностируется профиль множественного интеллекта. Нам нет нужды проводить две методики. Нам не нужно вот это делать. То есть мы можем сопоставить, это выводится в результаты профиль МИ и, в общем-то, одна из тех форм экстремизма, которая является группой риска. Но вот именно сам конструкт и предоставление экспериментальных данных это следующий докладчик. Виталий Альбертович. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...